Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами я, Светлана Мишина, автор и ведущая передачи «Танцы всегда». И мой гость сегодня – Илья Боровский. Чемпион Америки по латиноамериканским танцам, чемпион Гонконга, судья международного класса, организатор турниров и сборов. Здравствуй, Илья! Добрый вечер! Илья, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в танцы и что мотивировало тебя связать свою жизнь с этим видом спорта и искусства? Ну, вообще так получилось, что нас двое, да, мой брат и я, мы как-то один вечер сидели дома, и пришла наша двоюродная сестра и сказала, ребята, у меня нет просто партнера, пойдемте со мной. И мы так решили, ой, может быть, сходим, посмотрим, что там такое за больный танцы. Да, потому что в то время это было такое неизвестное. И как-то так получилось, что на первом занятии у нас стало хорошо получаться. Это сколько лет вам тогда? Ой, нам тогда было где-то около 10 примерно лет. Прекрасный возраст. Для начала, да? Начать заниматься танцами. Вот, ну, естественно, мы занимались и ушу, мы футболом занимались, то есть мы так и спортом, любым, вот так скажем, в то время, которое было. Но как-то так получилось, что после первого занятия нам понравилось, ну, как-то так, ничего особенного. И позвонила педагог, наш первый педагог позвонила маме, сказала, вы не представляете, вам нужно обязательно, чтобы ваши дети пришли на больный танцы, у них таланты. Вообще в танцах же очень важно, чтобы с самого начала с тобой оказался очень правильный человек, правильный педагог, который тебя направит и сумеет разглядеть и развить все твои таланты. На самом деле это очень важно, потому что, когда он видит или чувствует, так скажем, третьим чувством, да, третьим глазом, и он может тебя подтолкнуть или дать хороший фундамент для развития. И может быть даже раскрыть, потому что человек может сам не понимать, какие возможности у него внутри, тем более все-таки в детском возрасте для мальчиков, наверное, приоритет это как раз футбол, хоккей, еще какие-то подвижные виды спорта. И чтобы раскрыть именно талант к танцу, и показать его ребенку, чтобы ребенок захотел заинтересоваться этим, это тоже талант, талант педагога. Это трудно, это очень трудно. Но у нас так получилось, что в семье у нас нет танцующих, но бабушка и мои родители, мама с папой всегда ходили на танцы, всегда им нравилось это, и они такие сами заводные. Ну, в принципе, те наши друзья, которые нас знают с детства, они все знают, что у нас такая танцевальная, сумасшедшая, в правильном, хорошем смысле слова, семья, да, веселая, задорная, поэтому как-то, наверное, нам это было проще. Ну, вот как раз это следующий мой вопрос был, вы его предвосхитили, что родители вообще хотели, чтобы вы занимались танцами, чтобы связали свою судьбу с ними. Ну, я думаю, что в начале, когда вот мы попали, это был переход уже как бы на 90-е года, да, и когда там... Это очень самый сложный период был на самом деле. 90-е годы, когда все рушилось и ломалось, и... И в этом смысле я большое спасибо хочу сказать своим родителям, которые, несмотря на этот вот период, смогли нам донести то, что если нам это нравится, то несмотря на всякие трудности, которые в то время у нас были, мы можем продолжать это дело, потому что нам это нравилось. И вот когда в тот момент они нас очень сильно поддерживали, папа сказал, если хочешь, мы будем тебя поддерживать, мы будем давать возможность тебе развиваться. и, конечно, если бы не они, ни их помощи, напутствие, то есть никогда, чтобы заставлять, нет, такого никогда не было. Поддержка семьи, это очень важно, тем более в этом виде спорта, танцы, которые все-таки подразумевают какие-то затраты достаточно значительные, здесь, конечно, семья должна поддерживать. Ну, нам с Андреем повезло, что наша семья всегда как-то мы сплоченный такой коллектив, вот, и поэтому как-то так получилось, что нам нравилось это дело, и мы вот связали свою жизнь с этим искусством. Но вы еще не сказали, дорогие телезрители, что брат Ильи, они два брата-близнеца, поэтому я думаю, это было очень интересно даже в танцевальном мире, когда вы танцевали, похожи, достаточно похожи. Были ли какие-то курьезные, может, случаи? Ну, вы знаете, был момент... Может, вы заменяли друг друга на каких-то турнирах? Ну, нет, чтобы заменяли, не получалось такого, потому что партнерши разные схемы, как бы, да, но был момент, подходит к моей маме одна женщина и говорит, вы знаете, я не могу, а как у вас так получается? Она такая, что получается? Она уже испугалась, что-то случилось там. Ну, говорит, как это так? Один, говорит, с одной двери выходит, с одной партнершей, с другим костюмом, а с другой двери сразу с другой партнершей, с другим костюмом. То есть у нее сначала, она не понимала, Я это имела в виду, что зрителям, наверное, казалось, что это один и тот же танцор выходит с двумя разными партнершами. Успевает, да? То есть решил сделать дубль. Интересно, как судьи реагировали? Ну, начало, те, кто не знал, им было тяжеловато, они не могли понять, потому что мы танцевали по одной категории, и номер 25, и номер 35, и как это так, для них это было... Выходит один и тот же. Да, один и тот же выходит. Но номеры разные, партнерши разные, и поэтому они как бы... Судят все равно по номеру, это да. Ну, вот вы уже стали рассказывать как раз о своей танцевальной карьере, когда вы с братом уже танцевали. Вот расскажите, как она развивалась, потому что я знаю, что вы были в Америке, и вы даже стали чемпионом Америки. Как вы вообще там, русская пара, как вы там оказались, и нравилось ли вам там работать, и как все происходило? Ну, это такой был амантюристический момент в то время, потому что приехал наш знакомый у Алиев Гамукова, это он был чемпионом мира по ламбаде. Не могу сейчас точно сказать. Есть такой даже чемпионат мира по ламбаде. Да, да. И вот он его выиграл как раз, уехал в Америку, открыл там танцевальную студию, Артур Мерей, и решил пригласить русских, естественно, педагогов, танцоров. Ну, и когда мы узнали, мы как-то так подумали с моей партнершей, и сказали, а почему как бы... Нам тоже хочется поехать посмотреть, подумать, попробовать, что это такое. Хотя я был очень домашним таким ребенком, и чтобы мне уехать в Америку просто без английского языка, потому что мы не учили английский язык с братом. И это было такое, а военно-тюристическое... Решение. Да, абсолютно. И мы решили все-таки поехать. И в 98-м году как раз была вот эта смена доллара, рубля и все остальное. И, конечно, это было очень сложно. И когда мы пришли в посольство, мне пришлось танцевать пару шагов, показать, что мы едем на турнир в Майами. Показать, что вы все-таки танцуете. Ну и, конечно, нам дали визу. Я помню тогда еще годовую визу даже нам дали. И это было очень приятно для нас, конечно же, неожиданно. И мы с радостной, довольной, такое состояние позитивное. Мы поехали туда. И, конечно же, когда мне пришлось через три дня встать и начать преподавать перед американцами, которые не разговаривают по-русски, а там была, наверное, целая группа такая, может быть, 30 человек. Вот тут я уже понял, что я не в России и в Америке, и мне нужно говорить на английском языке. И, конечно, для меня это был такой очень сложный момент. Ну, зато это дает толчок быстро выучить. То есть, я так понимаю, первое ваше занятие вы говорили языком танца. Так и получалось, в принципе, какой-то период, потому что я себе слова писал на русском языке, потому что опыта нет. Я учил слова. Говорил так, плечо, шолдер, там, рука, хенд, бедро. И показывал. Ну, так как я хорошо показывал, естественно, мне помогали. Язык танца все-таки работал. Ну, естественно, мне помогали. Не забуду этот момент, когда в английском языке есть такое понятие lead. То есть, когда ведут партнершу, да, то есть, берут партнершу и ведут. А у нас в России как бы ведение и вести машину, и вести партнершу. Это одно слово. И когда я говорил слово на английском языке, конечно же, я выучил drive the car. Вести. Вести, да. То есть, я веду машину. Абсолютно. И ко мне приходит одна женщина, говорит, вы знаете, вы меня простите, пожалуйста, но можно вас чуть-чуть подправить? Я такой, да, конечно. Вы знаете, у нас в английском говорит lead the lady, а не drive the lady. И тут... Дайв же леди немножко другое значение. Да, и поэтому, конечно, вот такие моменты с моим английским языком у меня были вот в тот период в Америке. Но вы продолжали там и танцевальную свою карьеру. Как все-таки вам удалось стать даже чемпионами Америки? То есть, лучшими в Америке? Так получилось, что был период, когда мы попали вот в эту одну студию, потом мы переехали в Нью-Йорк. И так как мы, в принципе, знали танцевальных русских, так скажем, пар и педагогов, мы поняли, что мы можем дальше продолжать танцевать, потому что возможность и брать уроки, и переезжать, и танцевать, и преподавать была, так скажем, более благоприятной, чем в Майами. В то время мне было 19, 18-19 лет, и мне пришлось танцевать по профессионалам вот в таком молодом возрасте. То есть, это такой экстремальный курс получился. Мне пришлось там очень много проходить, тем более, что я всегда выглядел более молодо, чем мой возраст, и поэтому мне приходилось, наоборот, как-то где-то себя чуть-чуть повзрослее стараться. Солиднее. Солиднее, да, потому что, ну, пришлось, конечно, танцевать. И мы танцевали тогда и с Пол Киликом, и Брайан Ватсоном в категориях, да, то есть на одной площадке, площадке и с тогда топовыми парами, и Пол Грин, Пол Ричардсон, то есть очень много было танцоров, известнейших танцоров, легендарных танцоров. И мне пришлось, конечно, я там смотрелся, как зеленый такой помидор-обурец, я не знаю, как это назвать, но зеленым-то точно можно назвать меня. Но, тем не менее, все удачно сложилось. Ну, так получилось, да, что мы попали, у нас были хорошие педагоги, естественно, то есть я там познакомился с такими легендарными педагогами, как Эспен Салберг, и Ральф Липпине, и Руфус Дастин, Таня Гарамелла, то есть у нас такая команда была очень хорошая, профессионалов, и, конечно же, мы старались максимально себя развивать. Ну, это была прекрасная возможность, плюс еще и брать уроки, учиться у легендарных педагогов, это тоже всегда большой плюс в развитии. Абсолютно, абсолютно. Потому что очень важно, вот как мы говорим, что информационная база у нас заложилась уже в России, у нас были педагоги, топовые, я бы сказал, педагоги, на то время Виктор Никовский, который приглашал сюда и английских педагогов известных. Ну, и, конечно же, я могу сказать, что вот эта вот база, которую нам дали педагоги, и в России, и в Америке, она, конечно, дала нам большой толчок вперед. Я знаю, что вы с братом создали фонд поддержки танцоров. Как вообще возникла эта идея создать такой фонд? Как вы к этому пришли? Когда мы начали думать про развитие нашего танцевального клуба «Априори», и у нас так получилось, что когда мы рассматривали, пандемия была, да, и у нас некоторые ребята не могли приходить и брать уроки, потому что была проблема с родителями там, да. У нас в одной семье умер папа и мама, девочки. И мы... А девочка была талантлива. Да, она до сих пор у нас занимается, да. И у моего брата пришла идея, как бы нам сделать так, чтобы мы смогли помогать не только танцорам в бальных танцах, но и вообще вот разным другим направлениям. Потому что мой брат является сейчас президентом Московской области танцевального спорта, и у него же есть подопечные по брейк-дансу. И у нас, к счастью, в нашей студии одна из родительниц нашей девочки сказала, знаете, я вам помогу с этим. Она предоставила свой фонд для создания нового фонда, который сейчас вот ФДКР, фонд, который мы сейчас представляем для духовного и физического развития нашего молодого населения, и не только молодого населения, в разных направлениях танца. А как вы выбираете людей, кому помогать? То есть к вам приходят сами с заявкой какой-то, или вы находите людей, которым нужна конкретная помощь? Вот вы рассказали уже об одной из девочек вашего клуба. В этом случае понятно, что вам хотелось, чтобы она не бросала танцы, потому что была у вас талантливая девочка в клубе. Вот сейчас, когда у вас фонд уже более-менее работает, как находятся люди, которым вы помогаете? Ну, в принципе, это и то, и то работает. То есть где-то по каким-то знакомым, когда получаются какие-то ситуации. И, конечно же, какие-то случаи, где там пишут, где-то по каким-то знакомым говорят вот так, и так, и так, и вот такая есть ситуация. Возможно ли помочь? В студии, например, где-то нам приходилось помогать покупать зеркала, ставить там балетные станки. Ну, это тоже важно для тренировок. Конечно, конечно. Это тоже очень важно, чтобы студия была достаточно хорошо оформлена. Конечно же, я понимаю прекрасно, что мы не можем помочь всем нуждающимся. Естественно, есть моменты, которые нам приходится где-то как-то находить, где-то обсуждать, где-то... Естественно, у нас не всегда возможность есть финансово помочь. То есть мы каким-то другим способом помогаем. Если бы у нас была возможность быть финансово больше, конечно, мы могли бы помочь большим людям. Ну, чем больше людей будут знать о вашем фонде, тем, наверное, и, может быть, и поступления в ваш фонд будут больше. Ну, я очень надеюсь, потому что я бы сказал так. Вы знаете, у меня в жизни были, я бы так сказал, может быть, спонсоры и люди, кто помогал. Например, в 14 лет я пришел к отделу начальника культуры у нас в городе и сказал, помогите, пожалуйста, моему брату поехать на чемпионат мира. И они нам помогли. И город нам помогал и спонсировал поездки в Англию на уроки. Поэтому, вы знаете, я больше, чем уверен, что у нас не только в России, у нас есть люди, которые помогают талантам, помогают развиваться, помогают этому красивому искусству, танцевальному искусству, не только бальным танцам. Ну, и всех желающих, которые могли бы или хотели бы помочь в развитии, пожалуйста, у нас будут ссылки на этот фонд, и вы можете позвонить, прочитать про наш фонд. И мы будем очень рады, если вы сможете с нами вместе помочь еще кому-то. Дорогие телезрители, вот я хочу вам сказать, в декабре мы делали передачу с танцорами на колясках, из Федерации танцоров на колясках. Вы, наверное, ее все видели. Вот об этих танцорах, об этом клубе рассказал мне как раз Илья. Поэтому вот чем больше это будет на слуху, чем больше людей будет узнавать, тем лучше для танцоров и для всех нас. Ну, вы знаете, вот, Светлана, хочу сказать большое-большое спасибо за то, что откликнулись в принять участие в этом, потому что вообще, на самом деле, это очень важно. Вот это вот направление танцевальное, не только те, кто могут танцевать в паре, а вот на колясках. У меня мой знакомый в Гонконге, который спонсировал тоже большую-большую федерацию на колясках, это вообще прекрасно, это очень сложно. Позитив, который мы получили в последний момент, когда был турнир Moscow Bowl, и где в наших стенах прошло совместное мероприятие, да, выступление этих танцоров, так скажем, на колясках, это было прекрасно, это было просто, ну, замечательно. Мы все, у нас у всех мурашки по коже шли, когда мы все это видели. Но телезрители пока еще об этом не знают. Когда Илья рассказал мне о клубе «Дуэт», в котором тренируются танцоры на колясках, моя первая фраза была, Илья, так давайте сделаем с ними передачу, чтобы как можно больше людей увидело эту силу духа, эту стойкость. Когда человек, в какой бы ситуации он ни оказался, он всегда может найти для себя смысл жизни, какую-то цель, и, может быть, даже кто-то, посмотрев нашу передачу, перестал отчаиваться. И уже в январе танцоры из этого клуба танцевали на большом танцевальном турнире, зал аплодировал стоя, и многие подходили и говорили, как это здорово, что вы их показали людям, что люди их видят, что люди с проблемами какими-то физическими, тем более, которые не могут двигаться, что они могут все-таки жить полноценной жизнью и участвовать в каких-то мероприятиях. Поэтому ваши слова тогда об этом клубе были судьбоносными. Я хотела спросить у тебя, Илья, о твоем клубе «Априори», который вы открыли вместе с братом в Москве. И я знаю, что сейчас у вас открылся филиал в Новороссийске. Туда приходят танцевать профессиональные танцоры или все-таки люди, которые хотят начать танцевать с нуля? Наша была идея как раз открыть танцевальный клуб, который давал бы возможность именно приходить людям, которые непрофессионально занимались в своей жизни танцем и получать удовольствие от танцев и занятий, которые там будут проходить. То есть, конечно же, педагоги, которые у нас там есть вместе с нами, это профессиональные танцоры, которые на международном уровне до сих пор танцуют и представляют нашу страну за границей, но при этом мы специализируемся именно на преподавании не только спортсменов, которые у нас есть и детском танцевании, а именно вот для взрослых, для всех желающих, кто хочет к нам прийти или кто заинтересовался или вообще просто с улицы решил зайти в гости. Именно об этом я и хотела сказать, что не только в Москве, а во многих больших городах России, если вы захотите начать танцевать с нуля, вы можете узнать о студии танцев, о школе танцев, которая есть в вашем городе и прийти попробовать. А зритель Новороссийска, который смотрит сейчас нашу программу, знайте, что в вашем городе открылась студия, где преподают педагоги международного класса и вас обязательно научат танцевать и сделают это с удовольствием. Ну а наша передача подошла к концу. С вами была я, автор и ведущая программы «Танцы всегда» Светлана Мишина и мой гость Илья Боровский. Увидимся в следующей передаче. Дэнс. Светлана Мишина Светлана Мишина Светлана Мишина